Сегодня на рынке успех. Происходит истия. Сегодня полный судебный беспредел. Рынок успех поставлен на конвейер захвата, рейдерского захвата, который легализируется судьями вот этого суда, апелляционного хозяйственного суда Одесской области. Это показательный суд, который сегодня, судилища, которые сегодня хотят провести для того, чтобы запугать предпринимателей, для того, чтобы сломить их протестное настроение и желание добиться справедливости. Мы, опять-таки, в этом же суде, в этом суде, в киевском суде, в любом суде, как по привозу. Приморский суд стал родным. Для нас, наверное, уже становится хозяйственный суд родным. Мы же перебираемся в киевский суд. В киевском суде будем защищать наши права. Нашего товарища, активного члена гражданского движения «За всю Одессу». Человека, который одним из первых на нашем рынке заявил, отказался от оплаты за те вещи, которые, в принципе, не оплачиваются. За оплату того, что он своими руками создал. Он создал свое торговое место. Он 15 лет добросовестным предпринимателям платил налоги в это государство. Он 15 лет на этом месте обеспечивал свою семью. Сегодня заявлено, что, оказывается, ничего ему на этом рынке не принадлежит. Ничего он не строил. И никогда вообще, никаким образом, не заявлял свои права на свой запаральон. Я понимаю, что такая же ситуация сейчас на многих рынках. И многие мне говорят, когда я им начинаю рассказывать, вот у нас на Успехе, машут рукой и говорят, это везде. Это везде. Это на всех рынках. Уважаемые предприниматели, уважаемые члены общественных движений, все, кто неравнодушен. Неужели слово «та это везде», «та это ничего не сделаешь», у нас уже ушло закон. Мы просто махнули рукой, разбежались. Мы поддались этому беспределу. Беспределу в банке, беспределу в милисейской форме, в прокурорской форме. Беспредел на сегодняшний день. Это невозможно объяснить с точки зрения ни здравого смысла, ни закона, который на сегодняшний день не выполняется. Ни кем, никакой судебной власти. В этом суде происходит фактически легализация рейдерских захоплений предпринимателей в Одесской области. Это стало сегодня уже традицией и доброю, что коррупция одягает судебские мандии. Это очень опасное явление, шановые. Когда вы, одягаясь на грудь знаки, именем Украины выносите ухвали и решения, гнобите украинский народ, знущаетесь над предпринимством, знущите жінок-підпринимцев 12-14 днеп голодувати на торговельных местах для того, чтобы довести свою правоту. Я хочу сказать, что сегодняшнее судовое заседание по Виктору Гратею – это криминализация суду, потому что такого явища, как выселение из нежитлового помещения, ни с нормативным правовым актом не предпочено. Однако Господарский суд Одесской области ухвалил такое решение, заведомо неправосудное, чем фактически вчинив криминальный злочин, предпоченный Криминальным кодексом Украины. Сегодня мы имеем намер заявить в ответе коллеги гневных судов, которая уже принимала решение о ТПФ «Успех», которая уже принимала решение о споживочем кооперативе. Мы уверены, что эта коллегия куплена, что она не реагирует на буквы закону, а реагирует исключительно на колорь зелених паперцов. Поэтому я обратюсь к всему одесситам, к предприниматам. Не бойтесь говорить правду и покажите криминальный судовский ордин, что вы не дастесь себе гнобить и что те ухвали, которые выносятся именно Украины, действительно будут называться правосудными.